здравствуйте хочу сегодня поговорить связи синтализма и мусульманства мы будем как бы эту связь напрямую рассматривать мы поговорим о символах мусульманства которые синтализм считает очень значимыми и важными и поговорим об этих символах первый символ это символ полумесяца и звезды за символ можно по-разному трактовать из разных граней допустим 1 1 допустим трактовка может быть такая что эта звезда это как бы бог человек это луна и он светит отраженным светом этого бога даже когда минимальное отражение присутствует то есть полумесяц на минимуме все равно силы это значительно это носит если мы будем звезду рассматривать как символ аллаха хотя это на самом деле ограниченная трактовка потому что все есть аллах и его не совсем корректно виде звезды рассматривать солнце потому что принципе звезда и солнце это скорее всего символы и лопа идолопоклонства и нечто противоречащие пониманию аллаха поэтому как бы есть другая трактовка которая лично мне больше симпатично но надо как бы из 1 пересекается принципе то есть вот такая что звезда это символ как бы сказать шайтана это идеальный демон идеальный сатана который идеал идол идол я есть лучше всех я совершенно то есть тот который хочет затмить затмить бога но самое интересное что бога бог он как бы не совсем проявлены в реальности поэтому он затмевает только отражение бога то есть она затмевает луну но даже затмив почти луну полностью он все равно бога не побеждает и в этот символ полумесяца и звезды это символ того что даже что человек луна это как человек верующий который в котором есть вера силы веры в нем отражается сила бога она может контролировать эту звезду то есть она держит этого идола под контролем сатану и не 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 прогибается под его силой бесконечной вот так вот то это нам говорит это знак на напоминание о борьбе как бы между смиренными праведниками которые скромны которые я луна допустим да я свечу во мне есть вера я отраженным светом свечу аллаха да и теми кто идолы который говорит я светоносный да случай зарный люцифер между демонами то есть даже тот же слабый человек вооруженный верой он может победить звезд звезду и контролировать и вот это вот символ веры очень мне нравится в рамках этой веры мир также нравится символ когда вот праведный воин тот же самсон да он побеждает войск в воинство неверных один воин побеждает воинство неверных с помощью веры и ослиной челюсти что это значит это тоже символ пересекается с данным вопросом что даже простой один человек у которого есть вера он эту веру может направить на любой предмет который у него есть под рукой например если начались это неважно то у него было то что было под рукой на то он использовал с помощью веры и любого что есть под рукой под рукой можно победить воинство неверных тех у кого нету веры то есть язычников и долопоклонников следующий символ мне очень нравится это всему который можно озвучить это символ уммы единство праведных это интересный символ очень система очень интересно где то что в мусульманстве запрещено употребление употребление допустим алкоголя да и тут возникает разногласия между мусульманством допустим и христианством христианство допустим прощает грехи а мусульманство допустим нет и вот это вот момент он как раз суммы связаны я в том что эти грехи типа алкоголь наркомания это все как бы он так наказание грешником за их гордыню то есть грешник одержимый гордыней он обречен находиться в рабстве в рабстве порока алкоголизма наркомании каких-то идолов страданий каких-то он обречен и как бы вот эта штука как бы его наказывает а мусульманство говорит ну не надо этого делать то есть чек если праведный грубо говоря космос мог усмирить свою гордыню то ему в общем то не нужно наказание этого рабство этого рабство идолов рабство алкоголя он как бы ему это не нужно это все нужно исключительно для грешника чтобы усмирять их не в гордыню а чек праведному это не нужно поэтому просто не нужно праведник не может быть не алкоголиком и наркоманом и рабом идолов вот и вот инструмент ума он как раз и нужен для этой цели потому что в одиночку человеку сложно противостоять лучезарному люциферу или нафсу да когда внутри тебя этот демон живет то есть одному человеку сложно тот же ну как бы это он совершенный да звезда а вот в уме когда люди объединяются когда единство праведников идет они могут другу помогать и вот в этом вот в коллективе люди могут ну еще в помощью молитвы да там то все соединяется у них хватает сил усмирять свою гордыню усмирять свой нас усмирять сатану и тогда им уже не нужен никакой алкоголь алкоголь у нас к лакмусовая бумажка получается мы знаем что если человек грешит с такими моментами то он таким образом ну когда усмиряют его гордыню но можно усмирить гордыню самостоятельно какие еще интересные символы мусульманство можно вспомнить коран сам по себе это это шедевр то есть в чем вообще символ я вижу символ веры мусульманской очень интересный сам коран потому что он есть символ красоты символ поэзии люди когда читают коран я сам читал коран я когда хадж в мекку делал причем я сделал хачья из москвы дошел до мекки то есть я три месяца шел я три месяца когда шел я читал коран читал коран разные тексты мусульманские изучал этот вопрос и я хочу сказать что это удивительно красивый текст который он даже поэтическим вызывает чувство веры чувство красоты мы влюбляемся в коран и через эту любовь через эту красоту мы приходим к аллаху приходим к единству мы все любим единое любим аллаха корана мухаммеда пророка соответственно это сила красоты то есть это очень поэтический текст очень хороший и опять же что есть опять же бог помните было это слово да то есть через слово мы приходим через познание арабского языка мы под приходим тоже к аллаху данным случаем следующий символ это символ хаджа хадж это многие думают что хадж это и ты вот съездил в мекку и все-таки там хочу это на самом деле дорога длиной в жизнь хочу в мекку когда чеки это он только начинает свой хадж но продолжает его всю жизнь это путь праведности путь к аллаху путь к самосовершенствованию совершенству свободе от рабства пороков то есть человек должен всю свою жизнь жить как хадж этот вот путь он символ он на самом деле ведет к чистоте духа к вере к истиной причем на самом деле я считаю что хадж должен быть чем длиннее тем лучше у нас сейчас принято хадж на самолете ты поехал машине истинный хадж должен быть пешком чем он длиннее тем он дольше тем лучше тем больше чек тягот на пути хаджа испытает тем он большую силу обретет на самом деле вот но это как бы пожелание кому-то может тяжело и на самолете будет долететь правильно опять же хадж например он не чеки должен как бы сильнее препятствия должны преодолевать вот например я не являюсь мусульманин а меня не пустили в мекку но меня это не остановило я дошел до мекки я обошел вокруг мекки я обошел вокруг мекки это был мой дар уважения мусульманство в аллаху пророку мухаммеду и кабе хотя к самой кабе меня не пустили так вот истинный праведник у него ничего не остановлю для него вся его жизнь есть хадж и он преодолевает свои трудности живет в вере какие еще интересные символы можем сказать допустим белые одежды допустим мы видим что мусульманские женщина черная мужчина в белом ходит чем это говорит это говорит об том что мать тьма мать во тьме рождается свет совершенная тьма порожда жертва собой частицей создает свет 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 это и белый это ребенок тьмы это будет объединстве тьмы и света все есть аллах и этой тьма и и те и темная и светлая лох все есть аллаха нет ничего кроме аллаха соответственно кто такие гордецы гордецы то те кто меня от себя лучше других звезды идолы вот и суть и идолы обрекают себя на рабство пороков различных и вся суть мусульманства поработить усмирить эту гордыню вот я вкратце несколько тезисов рассмотрел на самом деле их много философии синтализма то я суть же когнитивность познания и она познает она познав мусульманские тексты коран с утра суммы суммы она все познала согласилась принципе там все разумно все каждый тезис мусульманство в общем-то за ним стоит очень большая большой опыт философия понимание мира то есть я считаю что там человек который понимает мусульманство и следует законам аллаха он это человек праведной чистой душой вот такие вот так вот все спасибо